тема сегодняшнего видео подарки на новый год для самих себя тот подарок который мы сами себе делаем зависит от чего-то очень глубоко личного вот внутри нас живут разные субличности это так грань нашей личности которая отвечает за какой-то аспект нашей жизни своих видео снятых еще в новой зеландии я рассказывала о субличностях ом или вам и вот было ли у вас такое что у вас в голове звучат разные голоса разные желания конфликтуют и от этого вы испытываете дискомфорт книжки у меня замечательно все это потом сбывается и да я способна менять этот мир вокруг себя я такая замечательная хозяйка что касается дома есть у меня субличность которые называют хозяю субличность хозяюшка отвечает у меня порядок и за уют мое творчество я очень творческий человек я пишу книги муза назовем ему я состояние потока пишу свои книги я полна вдохновения и я ее назначаю ответственной за вот эти мои цели и задачи связанные с творчество культурница я ее назначаю ответственной за подзарядку энергии она внутри меня говорит что мне делать чтобы быть здоровы и энергичны вот эта субличность которую я назову финансистом я назначаю вот этого мудреца хранителем этих ценностей мы это жертва да да внутри каждого из нас есть и хищник и жертва и вот у меня я допустим есть такая субличность которая у меня любит поплакаться пожаловать зайка у меня будет такая субличность отвечающий за мою нарциссическую часть критик который критикуют все что и делаю это клеопатра это красавица это субличность которая отвечает за мою красоту вот эта субличность помогает мне поддерживать высокую самооценку афина она у меня ассоциируется с успехом с достижениями это у нас эти субличности не осознаны и они галдят каждое свое какая-то из субличностей начинает вылезать на первое место начинает перебивать все другие голоса начинает жаловаться что называется не понос так золотуха тогда я вообще ничего не достигаю в этой жизни когда получается дисбаланс внутренний раскол внутренний конфликт это когда наши интересы наши собственные интересы конфликтуют между собой как со всем этим коллективом работать также как работает хороший топ менеджер со своими подчиненными во первых нужно с каждой из этих субличностей пообщаться однажды вы осознаете что вы достигли целостности если вы просто будете ощущать что вы имеете доступ к любому своему состоянию что вы способны управлять своим движением к своим мечтам реализации своих желаний целей и что вы в контакте своими чувствами эмоциями вы можете либо своих предметов которые у вас дома найти образы похожие на эти субличности либо нарисовать их раскрасить и написать их имена и останется только навести порядок в отношениях ними организовать их структурировать взаимодействие их между собой и с вами и в дальнейшем поставить этот процесс на поток до достижения целостности на уровне подсознание самое интересное и самое важное когда ты структурируешь работу своих субличностей вы создали команду это вот знаете как бывает хорошая фирма в которой хороший управленец и хорошая команда там вы становитесь как единое целое нет внутреннего конфликта допустим внутренний ребенок отвечает за за эмоции за радость за наши чувства внутренний ребенок будет посылать вас за подарком который не поддаются логике это может быть какая-то огромная мягкая игрушка или поход любимое кафе где продают какое-то невероятно вкусное мороженое или внутренний ребенок попросит поездку куда-то на море или попросит сводить зоопарк или скажет вот хочу валенки тело что просит внутренний ребенок на день рождения или на новый год желательно его внутреннему ребенку подарить потому что внутренний ребенок это олицетворение самой жизни через чувства через эмоции через ощущение маркетологи всего мира очень хорошо проработали тему подарков и все что касается мира материального вы можете в интернет магазинах и в обычных магазинах найти все что хотите другой вопрос и нужно ли это вам на самом деле вот в течение года постоянно вам показывают разные продукты питания через скрытую рекламу через открытую рекламу товары вещи и услуги и всему этому придают особую ценность то есть таким образом маркетологи выходят на ваш ценностный уровень где формируется команда купи потому что благодаря актерам которые рекламируют продукты питания или какие-то товары iphone и так далее у вас возникает ощущение ценности этого товара этой вещи этого продукта и так как это повторяется многократно различных скрытых и открытых рекламах вы хотите или не хотите у вас уже в голове формирована ценностная программа запрос о вот это модно вот это нужно купить вот у каждого из нас психологически здорового человека есть какие-то свои желания хотелки мечты цели если бы у вас был реальный выбор вот приобрести все что вы хотите то скорее всего вы бы приобрели волшебную паучу бы вот так вот смахнул загадал и получил то что хочешь тогда наверное какие-то прекрасные мужчины или какие-то прекрасные женщины были бы загаданы тысячами миллионами людей и разорвались бы тысячи миллионы мелких кусочков для того чтобы попасть в качестве подарка в руки тех кто имеет вот эту волшебную палочку но к счастью таких волшебных палочек еще не существует поэтому я вернусь к своей основной идее что же было бы лучшим подарком для нас для взрослых людей которые хотят свои хотелки и желания мечты удовлетворить сейчас расскажу но прежде хочу рассказать о том чем отличаются желания мечты хотелки от целей мечта вдохновляет а цель заставляет то есть мечта это такой очень привлекательный образ того что мы желаем и вот когда на образ нашей мечты из не попадает наше подсознание а он становится главным мотиватором движущей силой для того чтобы нам получить что-то материальное допустим дом свое жилье или путешествие или нематериальное допустим пройти какое-то дорогое обучение получить диплом доктора наук какую-то должность компании или повысить свой доход на какого-то уровня а когда мы эту мечту хотим достичь мы уже спускаемся на уровень ума на уровень логики и на уровень конкретных действий вот тогда формируется цель цель это уже мечта расписанная до уровня плана что мы должны сделать какие качества мы должны проявить и какими ресурсами мы должны обладать и того чтобы реализовалась наша мечта вот допустим я в новом году хочу решить пить дом на алтае и кстати мечты многих людей совпадают они пересекаются допустим я путешествие мечта собственном доме мечте каком-то автомобиле а вот цели они для разных людей будут разные потому что у каждого из нас свой набор компетенций которыми мы обладаем для достижения цели свой набор ресурсов и свой скажем так объем мотивации вот тоже насколько мечта вдохновляет человека у одного ну предположим два человека мечтают о своем доме в горном алтаре на берегу катуньи или на берегу телецкого озера какой это будет дом это вот небольшой такой шале до или будет двух или трехэтажная вилла с садом с огородом или это будет какой-то домик на скале с небольшим кусочком земли у каждого свой образ и ценности цена этого дома тоже будет разная роскошно это будет особняк или это будет простой дом или это вообще будет хижина на каком-то кусочке земли вот это желание имеет такой дом в горном алтае у этих двух человек будет разное у одного будет такое мощное сильное непреодолимое желание там любой ценой вот этот дом на в горном алтае заполучить а у другого будет ну в эту горном алтае хорошо вам может быть я поеду в хакассию нация разное что о каком подарки это я говорю ценностью в новом году для каждого из нас будут как раз вот эти реализованные цели которые формируются благодаря нашим мечтам вот здесь вот находится наша цель для того чтобы нам эту цель в новом году достичь мы должны обладать набором компетенций компетенции это наши навыки знания умения которые нам помогут эту цель достичь вы должны иметь здоровье для достижения цели особенно если эта цель требует такого большого количества энергии а чем больше цель тем больше жизненные как говорится витальной энергии достижение ее требует и еще нам нужно нам нужны внешние ресурсы это деньги это деловые личные связи время это тоже внешний ресурс есть еще очень главная базовая вещь которая необходима для достижения цели это состояние наши эмоции наше чувство и наша вера и я как психолог как раз помогаю развить себе необходимые компетенции для достижения целей и помочь составить план по развитию компетенций необходимых для достижения конкретной цели могу помочь вам научиться управлять своими эмоциями своими состояниями и научиться приходить в такое состояние которое поможет реализации определенной цели меня в этом очень большой опыт как достижение своих собственных целей так и я помогла полному количеству людей добиться каких-то масштабных целей которые казались когда-то этим людям невероятными например проводила предновогодний марафон свод мечта сбывается у меня был один самый яркий случай кануне восемнадцатого года она хотела создать свой ювелирный бизнес но у нее было недостаточно внешних ресурсов когда она научилась управлять своим состоянием когда она поняла где брать внешние ресурсы когда которых и не хватало и когда она проработала все что касается ее компетенции то через полгода в качестве результата вот этой работы на моих занятиях у нее оказался свой ювелирный бизнес который успешно развивается свое время мы даже с мужем вот это вот обручальное кольцо заказали именно у нее самое интересное что на этом же занятии другая девушка которая проживала в этой же стране ей было на тот момент по моему 35 или 36 лет она помечтала о том чтобы стать моделью возрастной моделью когда исполнится лет 70-80 и она работала учителем музыки и самое смешное что это мечта у нее тоже исполнилось через полгода и ее пригласила моделью свою ювелирную компанию вот та девушка которая только что рассказала и это был совершенно потрясающий союз на долгие годы этих двух участниц предновогоднего тренинга у которых сбылись мечты и эти мечты как бы вот опылили друг друга стали таким внешним ресурсом для поддержки друг друга приглашаю вас записаться ко мне на бесплатную диагностику делайте может быть дорогой но очень ценный подарок который поможет вам в новом году реализовать любую вашу мечту из вот этих вот всех четырех компонентов необходимых для достижения мечты я как психолог могу повлиять как минимум на три вашей компетенции помочь составить план развития компетенции это ваше состояние коммуникации при подтягивании формирование внешних ресурсов и можем коснуться вопросов здоровья потому что здоровье часто нас теряем мы психосоматике особенно когда переживаем какие-то токсичные отношения или неразрешенный внутренний конфликт после психологической травмы то есть получается я как психолог могу помочь вам в том чтобы навести порядок по всем вашим основным опорам которые приведут к вас к реализации вашей самой дерзкой мечты вами была марина от вам психолог писатель буду рада поработать с вами перед новым годом есть возможность пройти сейчас бесплатную диагностику и попасть на мои консультации в новом году по старой цене потому что в новом году цены на консультации вырастут жду вас на свою диагностику поздравляю вас с наступающим новым годом и до встречи